МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прощай 2017 и здравствуй 2018! Вас приветствует программа днями первая в новом году. Я Ирина Кулович. И сегодня смотрите в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы будем продолжать трансформацию малого бизнеса из сферы торговли, где сегодня накоплен капитал, в сферу производства и сферу услуг. Новогодняя история от экономиста. Уроки сказки и реальная жизнь. Мне приятно, когда я прихожу, и люди улыбаются, и им от этого радостно. В Могилевской области помогают старикам 1700 социальных работников. Федька наш очень четкий и тонкий синоптик. По нему мы не раз ориентировались на то, какая будет погода. Дождливый январь, неспящий медведь и зеленые поля. Если у природы плохая погода. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большое политическое событие нового 2018 года – выборы в местные советы депутатов, назначенные на 18 февраля. В Могилевской области образовано 750 участков для голосования. До 8 января, включительно, продолжается выдвижение кандидатов в депутаты. Сейчас известно, что выдвиженцев более 3 тысяч. И уже есть округа, где на мандат депутата областного совета претендует по 2-3 человека. О ходе избирательной кампании продолжит Олеся Рыбалка. Участковые избирательные комиссии, как и положено, созданы за 45 дней до выборов. В их составе именно те люди, которых потом избиратель увидит на участке для голосования. Теперь позвольте мне выполнить приятную миссию, вручить удостоверение. Документы получили 15 человек. Это комиссия участка для голосования номер 44 Ленинского района Могилева. Скоро он разместится здесь же, в музыкальном колледже имени Римского-Корсакова. Все люди достойные, имеющие опыт работы. Я думаю, работа комиссии будет проводиться на достаточно высоком организационном уровне. Сверка списков, обустройство участка – это все впереди. Пока задача другая. Максимально разъяснить гражданам, что это за выборы, что это за депутаты местных советов, какие функции они несут и так далее, и насколько это необходимо для нашего общества. После 8 января станет известно, сколько же выдвиженцев претендуют на мандаты. На утро 5 числа их более 3600. Это примерно 1,4 кандидата на один депутатский пост. И это не окончательный результат. Выдвижение продолжается. На прошлых выборах в местные советы потенциальных кандидатов на одно место было 1,92. Доказательством тому количество пакетов документов, которые все несут и несут даже в последние для выдвижения дни, как, к примеру, сюда, в городскую избирательную комиссию. Мы ожидаем, что порядка 2,5 человека на место не меньше будет в эту компанию. По анализу предыдущей, если рассматривать, у нас было 2,6 человека на место. Также немало желающих попасть в облсовет. Здесь в большинстве округов по два потенциальных претендента, а в Казимировском номер 29 уже три. Промежуточные итоги выдвижения кандидатов говорят о том, что чаще всего потенциальные кандидаты в депутаты выбирают выдвижение путем сбора подписей. Таких на сегодня в области почти 70%. Трудовыми коллективами выдвинуто четверть от общего числа всех претендентов на депутатский портфель. От политических партий около 5%. Своих кандидатов депутаты в области на 5 января выдвинули пять партий. Коммунистическая партия Беларуси, Либеральная демократическая партия, Объединенная гражданская партия, Белорусская партия левых «Справедливый мир», Республиканская партия труда и справедливости. Как и на прошлых выборах, традиционно активны выдвиженцы женщины. В области их более 40%. Регистрация кандидатов пройдет с 9 по 18 января. Новогодние праздники, хоть и не снежные, не морозные, радуют всех. Выходные дни, семейные, дружеские встречи, много событий для детей и взрослых. Мы выделим, пусть не по массовости, но, скажем так, по идейности, Могилевскую выставку «Новогодние сказки» со широй мастерней. Ремесленники региона не просто представили свои работы. Они каждый день приглашали гостей, которые читали поучительные сказки, на свой выбор. Гости были разные, от чиновника-экономиста до психотерапевта и журналиста. Каков же урок сказки, который рассказал заместитель председателя комитета экономики обл. полкома Павел Мариненко и как он соотносится с экономическими надеждами на этот год? Я уверен, что Новый год будет лучше, чем 2017, потому что только с позитивным настроением и с хорошим отношением к жизни можно смотреть вперед. Итак, Павел Мариненко тоже читал на выставке с широй мастерней сказку Туви Янсен из цикла про муми-троллей. Называется она «Дитя-невидимка» про девочку, которую воспитывала холодная и ироничная женщина. Она иронизировалась с утра и до вечера и кончилась тем, что малютка начала бледнеть, бледнеть и стала невидимкой. Та историю, которую я сегодня читал, она прежде всего учит нас быть добрее и самое главное перестать относиться к людям, которые нас окружают, с иронией и со злобой. Если касаться экономического блока, то, наверное, очень правильно и грамотно вписывается эта история в то, что сейчас происходит. Бизнес, он развивается, он трансформируется, идет его эволюция. Мы помним этапы, когда был самым главным, каким у нас рынок был в Могилеве. Это был рынок на стадионе «Спартак». Мы все ходили на этот рынок. И когда его закрывали, казалось, что творится что-то несусветное, все, на этом бизнес в Могилеве может и прекратиться. Но сегодня никто об этом не вспоминает. Потом появились торговые центры, потом очень много вещей изменялось в эволюции бизнеса. И на сегодняшний момент, если мы говорим об этой истории, то мы видим сегодня принятие декрета и главу государства, который поворачивает ряд госорганов, нивелирует очень многие административные процедуры, подходы к проверке субъектов хозяйствования. И самое главное, с каким посылом я сегодня общаюсь, с коллегами из райисполкомов, анализируя присутствованных из полкомов, говорю, наверное, одно, самое главное. Бизнес просит к себе просто уважения. Эту мысль, кстати, можно распространить и на ремесленников, которые представили плоды своего творчества на выставке. Сейчас в Могилевской области работает более 2600 ремесленников. С 2010 года их количество увеличилось более чем в 4 раза. И это хорошая тенденция. В мире, где глобализация уничтожает самобытность и делает все ровным, усредненным, универсальным, особенно ценят стародавние ремесла, которые удается сохранить и продолжить сегодня. Так что ремесленники представляют Могилевскую область на международных мероприятиях наравне с промышленными гигантами. Кроме того, с 12 января вступит в силу новый указ, который даст ремесленникам новые возможности, например, по рекламе своей продукции, в том числе и в интернете. Это дает широкие возможности для того, чтобы она распространялась не только в местах определенных для продажи, а охватывала больший круг и была возможность торговать на большом расстоянии своими изделиями, а не только тем, кто сможет это увидеть на местах. Ну и, конечно, расширение списка видов деятельности, что дает тоже возможность тем мастерам, которые занимаются какими-то нетрадиционными ремеслами, еще чем-то другим, но он будет дополнен. И поэтому это, конечно, охватывает больше круг людей. Новогодие подходит к концу. Еще немного и старый Новый год традиционно поставит точку в праздничных полуканикулах, когда выходных и рабочих дней почти поровну. У каждого свои рабочие задачи на эту зиму. Ремесленники начинают работать на новый сувенирный предвесенний сезон. В Комитете экономики рассчитывают, что предприниматели, накопив капитал в торговле, с этого года будут шире осваивать сферы производства и услуг. И мы все надеемся, что Новый год принесет нам радость и благосостояние. Создать Беларусь и IT-страну призван новый декрет президента о развитии цифровой экономики. В Могилевской области сегодня в сфере информационных коммуникаций работает более трех сотен субъектов хозяйствования. Говорят, настало время принять новую цифровую реальность и использовать все возможности, которые она открывает перед Беларусью. Гость нашей студии Руслан Кутынка из компании IT-арт, руководитель группы разработки программного обеспечения. Попробуем с ним разобраться, что несет айтишникам новый декрет. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Честно говоря, новый декрет развития цифровой экономики тяжело читать тем, кто не в теме. Там очень много понятий, которых я, например, даже не знаю. Технологии блокчейн, цифровые валюты и так далее. Вы можете простым языком объяснить, что дает вам этот декрет? Наша страна Беларусь, она, как известно, не очень богата природными ресурсами. А вот IT-сфера, что-то электронное такое, оно не требует ничего, кроме электричества, чтобы его создать. Поэтому развитие именно IT-технологий, передовых всех, она очень может положительно сказаться на развитии нашей страны. А люди, которые работают в этой сфере у нас есть, работают неплохо. Мы это все знаем. Да, да. Ну вот это знаем мы обыватели. А вы как считаете, как специалист, это действительно так? У нас действительно очень хорошие программисты, специалисты в IT-сфере. Да. Честно, откровенно про себя. По крайней мере, да. То есть есть объективная реальность рынка. Наши программисты ценятся на рынке. То есть если сравнивать, допустим, такое понятие как рейт, за сколько, допустим, заботная компания продает или покупает труд наших программистов, то наши цены, они не самые маленькие, скажу в мере. То есть это больше, чем Китай, Индия. Но конкурентно способны, ибо есть качество. Конечно, иначе бы не покупали. Иначе бы сюда никто не шел. Потому что если вы сидите, допустим, где-нибудь за океаном в США, то вам абсолютно все равно, где сидит программист. Россия, Украина, Беларусь или Индия. И раз приходят к нам, значит, есть зачем. А вы где сидите? Вот на самом деле у программиста есть какой-то рабочий восьмичасовой день? Скажем так, я вот, допустим, своим сотрудникам, которые ко мне приходят, объясняю, что у нас не восьмичасовый рабочий день, а сорокачасовая рабочая неделя. Вы их мотивируете или они мотивированы? Даже мотивированный человек со временем может потерять мотивацию. Потому что поэтому без мотивации совсем никак. То есть мотивация, она разная бывает. Есть материальная, есть нематериальная. Вот. Стараемся разную использовать. То есть улыбаться тоже нужно? Конечно. Скажите, пожалуйста, немножко о своей компании. Кто в ней работает, сколько человек и что вы делаете? Компания IT-Хард в Беларуси с 2003 года. На данный момент численность где-то чуть меньше 800 человек. До недавнего времени, до лета этого года, компания была исключительно в Минске. Там было человек чуть меньше 700. Летом мы открыли первый региональный офис в Могилеве. Вот. Соответственно, сейчас у нас в Могилеве 20 человек. Вот. Планируем, естественно, расти. Открылись офисы в других региональных центрах. Что вы делаете? Разработка программного обеспечения на заказ. То есть есть некий заказчик, который, допустим, ну, хлопотно содержать в штате своих программистов. А им надо какой-то уникальный продукт, который, ну, не продается на рынке, вот готовый. Вот. Или, ну, стоимость доработки продукта до нужного им состояния, может быть, еще большая. Да, они хотят, вот, чтобы мы им помогли. Либо у них есть своя команда разработчиков, им просто нужны дополнительные люди, вот, на какие-то там активности. Сегодня говорят о том, что сотрудники IT-сферы зарабатывают больше всех в Беларуси. И, естественно, очень многие молодые люди задумываются, и парни, и девушки, как стать программистом. Обучение. И, к сожалению, вот наша сфера образования, она не настолько быстро идет, как наш декрет, и до сих пор местами отстает от реалий. То есть там дается хорошая такая основа, академическая. Общее образование. Общее высшее. Некий фундамент, да, который потом еще надо дорабатывать и дорабатывать. Даже человек, ну, прошедший наши курсы, где мы старались там на протяжении трех месяцев, трехмесячные курсы, старались как можно больше дать именно реальных каких-то знаний, человек, скажем, дорастает до момента, когда его, говорить правильно, не стыдно показывать заказчику где-то через год. Да, это хорошее, кстати, название. Не стыдно показывать заказчику. Определение для вашей сферы. Второй момент, который очень-очень важен, и о котором он, к сожалению, не думает, это знание иностранных языков. Но в целом, все-таки какие перспективы вы видите для своей отрасли? И, может быть, вот говорят, что она повлияет и на страну в целом. Видите ли вы эти перспективы в этом документе? Конечно. То есть IT-сфера – это чуть ли не единственная такая сфера, где государство может реально заработать, не имея под ногами нефти, алмазов и еще газа какого-нибудь. То есть это то, что можно делать практически из воздуха. Дать возможность заработать государству и людям, которые работают. Людям, а люди вернут это государство в виде налогов. Поэтому хорошо, что государство помогает нам зарабатывать деньги. Ну, я вижу в ваших глазах уверенность. Надеюсь, что все в вашей сфере будет хорошо. А значит, и у нас. И благодарю вас за интервью. Спасибо. Сегодня мы выбрали цитату человека, который уже сделал карьеру и состояние в сфере IT. Аркадий Добкин родился в Минске, получил образование инженера электротехники и эмигрировал в США в 1991 году. Он начинал с мытья посуды и поиска работы, а потом основал IPAM Systems, компанию, которая сегодня стала крупнейшим разработчиком программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе. Акции IPAM торгуются на Нью-Йоркской бирже. Руководитель компании зарабатывает около миллиона долларов в год. Про свой секрет успеха белорусский предприниматель Аркадий Добкин сказал так. И как только ты взобрался на очередную маленькую вершину, нужно понимать, что это всего лишь бугорок, а вершина там, еще дальше. Вот это постоянное желание достичь нового уровня дает энергию. 5 января день работников в социальной защите Беларуси. В Могилевской области 1600 социальных работников обслуживает более 12 тысяч человек, в основном пожилых людей. Мир меняется, а с ним и образ жизни. Родители и дети теперь редко живут вместе, а потому помощь социального работника несколько раз в неделю совсем не лишняя для стариков. Не говоря уже о демографии, население стареет и год от года. Количество опекаемых социальными работниками растет. В деревне Новоселки Могилевского района мы познакомились с местным социальным работником. Я социальный работник. Светлана, иду к своей подопечной, Надежде Сергеевне. Работа у нас такая, нужно помогать людям. Они сами не могут себя обеспечить тем, что им нужно. Мы помогаем им во всем. Можно и мы с вами? Можно. Пойдемте. Светлана Заблодская уже 10 лет социальный работник. Здравствуйте. Здравствуйте, Светланычка. Я тебя ждала. Когда-то работала в сельском детском саду, который закрылся из-за недостатка воспитанников. Светлана считает, что ей повезло с новой работой. Ведь старики, они как маленькие дети. Главное с ними доброта и терпение. Что? Пропылесосим. К Надежде Сергеевне Светлана приходит три раза в неделю. У хозяйки сыновья в Москве и Могилеве приезжают домой как могут, но часто не получается. Поэтому без помощницы никак нельзя. И вода. И окна заклеить, и окна протереть. Ну, все. И рецепты выписать, и за жилье уплатить. А когда работа закончена, начинается самое интересное – разгадывание кроссворда. Зонтиковая приправа для еды. Укроп. Молодец. Большинство социальных работников Могилевщины – это как Светлана, женщины средних лет, у которых достаточно сил и энергии, чтобы убирать, готовить, помогать по хозяйству, но еще и желание общаться. Раньше люди больше общались, а теперь ставят высокие заборы. Соседи не видят друг друга, письма не пишут. Все только так, как-то, ну, отделяются люди друг от друга. А так уже хотя бы к ним приходит социальный работник, и им уже веселее становится. Им можно поговорить. Главная тема для обсуждения последних дней – необычайно теплый январь. Серая погода влияет на настроение и самочувствие подопечных Светланы. Что у больных, так и тяжко. Мне кажется, всем тяжко. Ну, правда, тяжко. Я уже Светку, так и не хочу, коли не мои дни, так не хочу, я уже и вызову оттравожить. Надо донесеться, и скорую вызову, и все сделаю. Ну, а картошку правильно очистить? Брайна, вот, хорошо, очистить. Из 12 тысяч опекаемых соцработниками жителей Могилевщины большинство все-таки сельчане. Для одиноких и малообеспеченных людей услуги соцработников бесплатные. Для остальных – в зависимости от удобств, квартиры или дома. До 1 рубля 47 копеек. Некоторые, конечно, бабушки стесняются, они думают, что это как-то так, у меня есть дети. А на самом деле это такое благое дело, и это очень большая помощь для детей. Что дай-ка ты, что в выходной день они только могут раз в неделю приехать, а здесь социальный работник посетит и два, и три раза в неделю. Поэтому, например, я считаю, что это очень даже спокойно детям. Средняя нагрузка 8 человек на одного соцработника дает возможность заработать около 400 рублей в месяц. И, кстати, в соцработнике пошла год назад и дочь Светланы. Учится заочно и опекает местных бабушек. Живем, работаем и помогаем людям. До свидания, девочки. До свидания. За городом зеленое поле, а зимы снега почти нет. Реки разлились, и, как замечают наши телеоператоры, сказка «12 месяцев» стремительно теряет актуальность. Немного солнышка, и в лесу появятся январские подснежники. Хотя над предсказаниями о суровых морозах смеяться рано, впереди еще половина зимы, но пока интонация дождливо-туманная. О капризах или, нет, о гримасах январской погоды расскажет Наталья Ильинич. Как вам погода зимняя? Замечательная европейская погода. Вы верите в крещенские морозы? В крещенские нет. Я верю в апрельские морозы. Дождливая зима и плюс. За окном, говорят синоптики, явление для Беларуси аномальное, но нередкое. За последние десятилетия мы трижды встречали Новый год без снега. 2007, 2014 и теперь 2018. В Беларуси побиты температурные рекорды, но, говорят синоптики, бывали у нас зимы и потеплее. Медведь Федор из Могилевского зоосада, которого все считают хорошим синоптиком, пока не чувствует приближения больших холодов. Поскольку он в неволе, кормовая база у него постоянная, и у него вырабатываются уже другие какие-то рефлексы. И он не так подвержен этому дару природы, который для популяции животных в дикой природе. И не так активно он ложится в спячку. Но когда наступают сильные морозы, он в спячку ложится. Сейчас Федька спать не хочет? Нет, не хочет, потому что такой климат. В этом году Федя пока спать не собирается. Он в хорошем настроении, весел, позирует телеоператору слизывая мед с печеньем. Он с вами делиться не будет. Вот печенье держит и дразнит всех. В общем, в нашем январе поля зеленеют, на деревьях стали навухать почки, а на реках начался подъем воды. Можно сказать, что у нас как бы зимний паводок начался. Потому что, допустим, в районе гидрологического поста города Могилева за прошедшую неделю в результате выпадения большого количества осадков, то есть дождей и таяния оставшегося снега, который у нас был еще в декабре, уровень воды за неделю поднялся где-то на полтора метра. Зимний паводок начался не только на Днепре. Сош вышла на пойму, а еще Проня и Друдь. В Мстиславском районе уже подтопило мост. За окном пасмурная, но очень весенняя погода. И социальные сети каждый день пополняются чудо-снимками. В Волковыске цветут розы, в лесах около Гродно выросли лисички, есть фотки и цветущих маргариток, и анютиных глазок, и цветущей календулы. А в Светлогорске и вовсе появились майские жуки. У такой погоды, говорят специалисты, есть свои плюсы и свои минусы. Минус, если ударят морозы, а размуженные от зимней спячки растения могут погибнуть. Плюс, если на улице тепло, мы экономим на отоплении. Этой зимой, говорят энергетики, мы уже сократили потребление тепловой энергии на 80 тысяч гигакалорий. Сэкономлено около 10 миллионов метров кубических природного газа, что составляет около 2 миллионов долларов США. Будет ли еще экономия, зависит только от небесной канцелярии. Синоптики прогнозируют в ближайшем будущем похолодание. Крещенские морозы обеспечивают нам сибирский антициклон. В настоящее время он до нашей территории почему-то еще не дошел, не распространился. Пускай говорят, что все вокруг серое и пасмурное. Не будем предаваться унынию. Погоду мы изменить не можем. А вот над своим настроением мы хозяева. В любой погоде можно найти нечто прекрасное. И напоследок о Рождестве. Этими днями православные отмечают один из важнейших христианских праздников – Рождество Христово. Его не зря называют светлым, потому что в этот день люди вспоминают о чуде и доброте. Встретить Рождество с семьей, с друзьями, послать весточку близким, стать милосерднее – таковы традиции. Мы все мечтаем о мире и счастье для наших детей. Но ведь будущее зависит и от нас, даже в повседневной жизни. Дома и на работе, на улицах, в магазинах, где угодно, доброжелательно общаясь с людьми, знакомыми и незнакомыми. Может, нам удастся в это Рождество стать лучше и добрее? Берегите себя. Программа днями. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин